Оглядываясь назад, Юлия Бурова считает, что ее летние каникулы прошли в работе. Девушка впервые приняла участие в проекте «Нью Кидс» и играла главную роль в мюзикле «Свиток Ломоносова». Из девяти гастрольных постановок Юлия выходила на сцену в шести. Как новичок, она совсем не рассчитывала на главную роль. Я уже приготовилась к роли «Дерево» массовое какое-нибудь. Думаю, ну, сейчас дадут мне дерево. А мне дали главную. И, естественно, у людей, которые меня не знали, там, те, кто были пятый раз на проекте, у них негодование, как вот ей дали роль. Но потом ребята сдружились, и в памяти у Юли остались только положительные моменты. К тому же сама атмосфера на репетициях располагала к качественной и продуктивной работе. Зоя, героиня Юли, была личностью противоречивой, но тем интереснее было представлять ее на сцене. Мне было интересно она тем, что она была непредсказуемой. Она шла к своей цели. Ей нужно было получить свиток Ломоносова. Она была участницей секты. И она шла на все, чтобы получить этот свиток. Почти сто мальчишек и девчонок разного возраста были задействованы в постановке. Они были разбиты на четыре состава. И если Юля не играла главную роль, то выходила на сцену массовки. Участие в таком масштабном проекте позволило девушку увидеть профессию артиста в новом ракурсе. Быть всегда готовой. Выходить на сцену, несмотря на твое здоровье, самочувствие. Выходить всегда готовой. С хорошим настроением. Все переплелось в этой приключенческой истории. Любовь, предательство, смерть. О том, какие сведения содержит свиток Ломоносова и на что готовы герои, чтобы заполучить его. Обо всем этом мы узнаем осенью, когда будет готова видеоверсия мюзикла. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.